Вот уже 36 лет в Сергиево-Посадском историко-художественном музее-заповеднике существует отдел археологии. За это время археологи много раз ездили в экспедиции, по следам которых появились новые экспозиции, рассказывающие о древнейшем прошлом нашего края. В день археолога для детей организовали интересные квесты. Ребята попробовали сами искать артефакты, осторожно расчищая песок кисточкой. Найденные предметы надо было описать, измерить почти так, как и делают настоящие археологи. Ну а те, кто хотят чуть поактивнее, здесь есть такой сегодня квест, где можно будет отгадать, расшифровать один таинственный дневник одного из археологов и узнать, как же наш музей связан с одним из знаменитейших археологов сегодняшнего дня, скажем так. Но радует то, что вот открывшись в июне, наш музей начинает постепенно опять заполняться людьми. Это очень приятно, потому что мы соскучились по людям, очень надеемся, что и люди соскучились по нам. И поэтому вот сейчас каждый выходной все-таки приходят люди в музей. Есть что посмотреть, есть программы интересные, поэтому добро пожаловать, мы всем очень рады. Интересные экспонаты не просто попадают в музей и изучаются историками, но и выставляются на всеобщее обозрение, приоткрывая посетителям свои тайны. Каждый черепок от посуды, фрагмент украшения или оружия и даже кусочек угля могут стать тем самым недостающим звеном для понимания жизни и быта наших предшественников. Очень здорово, что проводятся такие мероприятия. Я бывала на прежних выставках аналогичных, но на этой очень много экспонатов, такая богатая экспозиция, коллекция представлена. Очень интересно и здорово, что лекцию ведет сам Владимир Игоревич Вишневский. Некоторые экспонаты, но аналогичные я видела и раньше, на экспозиции постоянной и на временных выставках. Ну вот, например, Радьковский могильник уже выставляли, но есть, например, очень интересные экспонаты, как рыболовная верша. В самом начале экспозиции ее я ни разу не видела. Ну и вот, например, по финно-уграм, мне кажется, что больше экспонатов в этот раз, даже вот две реконструкции представлено женского костюма. И на улице Сергиевской раскопки, которые проводились, вот мне кажется, их еще не выставляли, по крайней мере, я еще ни разу их не видела. Здорово, я очень надеюсь, что будут еще такие мероприятия, и мы увидим древнее прошлое нашего края более подробно. Владимир Игоревич Вишневский работает в музее уже давно, а в отделе археологии со дня его основания. Я пришел в музей в 81-м году и сразу постарался начать поиски археологических памятников. Надо сказать, что заведующий тогда историческим отделом Владимир Игоревич Александрович Ткаченко поддержал меня, и благодаря вот этим обстоятельствам вскоре появился археологический сектор, археологический отдел, и работать начала с 84-го года экспедиция. Ну, экспедиция наша в условиях небольшого финансирования музейного, она опиралась на помощь школьников, которых мы привлекали занятиями в кружке юный археолог, который работает и до сих пор. И так постепенно начала формироваться коллекция, ну, часть которой мы видите и в экспозиции, и здесь. Ну, при этом, так уж скажу, нашему отделу было необходимо, и мы сознательно на это шли, хотя иногда не так все это просто, на контакты с другими коллегами, которые тут работали, чтобы коллекции из раскопок других экспедиций тоже попадали в музеи. Ну, большей частью нам это удавалось, и это можно видеть, в частности, и на вновь открытые выставки. Гордость нашей экспедиции – раскопки Радьковского могильника. Более даже могу сказать, мне посчастливилось, что я его нашел. Это крайне редкий памятник. Вот, и с 99-го года мы его исследуем. Это VI-VII века нашей эры. В Сергиево-Посадском музее много разных экспозиций, и почти каждую субботу-воскресенье здесь еще проводятся интересные программы для детей. Знания по истории и культуре, преподнесенные людьми, по-настоящему увлеченными своим телом, запоминаются легко. Наверное, поэтому посетителей в музее все больше. Ну, а если вы еще не побывали на выставке из глубин земли Родонежской, то приходите. Двери музея всегда открыты для вас. Продолжение следует...